Всем привет, это Быть Инди. Мне написал разработчик игры One Day More и подробно о ней рассказал. И я решил, чтобы выпуск был интереснее, подобрать еще несколько игр с похожим жанром, которые стали хитами. Вас ждет подборка игр в жанре Adventure Puzzle. One Day More это захватывающее приключение молодой девушки Ханны, на пути которой предстоят различные головоломки и загадки. Команда состояла из 6 креативных разработчиков. Под конец разработки команда увеличилась до 20 человек, которые трудились над созданием проекта 2 года. Вдохновение черпали из жизненных историй, авангардное искусство и опыт работы в киноиндустрии. Приступив к прототипу, хотели создать что-то реальное и нереальное одновременно. Близкая каждому история про самореализацию должна подключить игрока к главному персонажу Ханни и вдохновить следовать за своей мечтой. Разработчики хотели, чтобы люди поиграв в их игру, сделали что-то настоящее и важное в своей реальной жизни. И старались не терять эту установку от начала до конца разработки. Опираясь на супрематизм и русский авангард, они создавали уникальный мир, который через призму 19-летней Ханны меняется под влиянием ее настроения и проблем. Создатели выбрали именно эти стили, потому что это свежо и актуально. Стиль школы Bauhaus сейчас активно используется в дизайне, а делать игры с использованием современных стилей дизайна всегда интересный вызов. Но каждая локация и предмет в игре это результат переосмысления и новаторства членов команды. В качестве референсов разработчики ориентировались на такие игры, как Unravel и Grease. Думая об общем ощущении потока от геймплея и о запоминающейся картинке. Но это даже скорее референс по качеству продукта, к которому они стремились, имея почти нулевой опыт в создании игр. Однозначно хотели создать что-то оригинальное и свое, чтобы вдохновлять других. Чтобы разрабатывать One Day More, разработчики брали сторонние проекты из графики и кино, популяризировали съемки Motion Capture в павильоне. Иногда часть команды работала над игрой, а другая часть зарабатывала деньги. Всегда старались сохранять баланс и за два года ни разу не привлекали никакие сторонние ресурсы и аутсорс к собственной разработке. Все было сделано внутри студии собственными специалистами. Разработчикам удалось получить фичеринг на My Games и он проходит в два этапа. Первый в момент релиза и второй самый активный, планируется в середине июня. Таким образом они хотели сначала подогреть аудиторию и уже активно привлечь ее к тайтлу с помощью таргетированной рекламы на активных пользователей площадки. Но продвижение игры только на платформе нельзя считать эффективным, всегда необходим комплексный подход. В связи с внешними обстоятельствами использовать привычные для рекламы иностранные сервисы не было возможным. И команда направила всю активность на такие площадки, как ВКонтакте, Дискорд, Ютуб и Твич. Перед релизом активно связывались с сообществами, чтобы они разместили анонс о выходе игры. Сейчас продолжают налажив дружеские связи с блогерами и стримерами. Отправляют ключи для обзоров и розыгрышей, дают интервью, отвечают на вопросы всех заинтересованных в их проекте СМИ. Со мной разработчики также поделились ключами игры на площадке My Games. Один ключик я разыграю в Ютубе, другой в Телеграме с помощью рандома. Для этого вам надо написать в комментарии под видео, что вы хотите игру One Day More, и в Телеграме написать комментарий в посте об этой игре, что вы также хотите игру. На самом деле российские представители медиасферы оказались очень отзывчивыми и с удовольствием делали посты, обзоры и стримы. Для протокола ни один рубль на рекламу потрачен не был. Ближайшие планы разработчиков – это смотреть на реакцию игроков, совместно с этим чинить всплывающие баги и выпускать патч по мере необходимости. Игра будет выпущена в Steam, но этот этап разработчики доверяют своему еврейскому издателю, и им нужно будет только согласовывать материалы. Планируется, что международный релиз с широким маркетингом должен привлечь огромную аудиторию. Также в планах сделать порт игры на Nintendo Switch, добить дистрибьюцию One Day More, портирование на Sony PlayStation и Xbox. Выход One Day More 2 будет зависеть от успеха первой части, и пока что команда не начинала разработку. Но с уверенностью можно сказать, что Watt Studio продолжит радовать нас приключенческими светлыми играми. Ждите анонсов! It Takes Two – это компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная Hazelight Studios и изданная Electronic Arts. Разработкой игры руководил Юсип Фарес, ранее выступавший руководителем разработки предыдущих игр A Way Out, студии Hazelight Studios, а также игры Brothers A Tale of Two Sons, студии Starbreeze. В процессе разработки команда постоянно следила за тем, чтобы сохранялась связь между игровым процессом и нарративом, и чтобы по мере того, как раскрывается история, соответственно, менялись и игровые механики. Фарес постоянно подталкивал команду использовать столько механик и компонентов, сколько возможно, поскольку считал, что если игровые механики будут переиспользовать, игра станет не такой особенной. Фарес описывал игру как романтическую комедию и лично работал актером для захвата движения доктора Хакима, одного из ключевых персонажей игры. Совершите самое безумное путешествие в жизни в разножанровом платформере, созданном исключительно для кооперативной игры. Играйте за принявших решение развестись в Коди и Мэй, двух людей, волшебством превращенных в кукол. Оказавшись в заточении в сказочном мире, они под присмотром гуру любви доктора Хакима, по неволе вынуждены спасать свои давшие трещину отношения. Между ними и возможностью вернуться в нормальное состояние встает целая куча восхитительно безбашенных испытаний. Откройте для себя трогательную и искреннюю историю о сложностях, с которой мы сталкиваемся, стараясь поладить друг с другом. Помогите Коди и Мэй научиться преодолевать свои разногласия. Познакомьтесь с самыми разными, странными и очаровательными героями. Объединяйте усилия и отправляйтесь в незабываемые приключения вместе. Portal 2 – это долгожданное продолжение игры, покорившее сердца многих геймеров. Неизменный разработчик Valve Corporation создал новую историю, сюжет которой происходит спустя много-много лет после окончания событий в оригинальной Portal. Portal 2 принадлежит к жанру головоломки от первого лица. В одиночной кампании игрок принимает на себя роль, испытуемый по имени Чел. В кооперативной – одного из пары роботов. А на разработанных фанатами картах – гуманоидом фигуркой Бенди. Персонажи способны выдержать определенный урон. Нападение в бездонную яму или токсичную жидкость, а также серьезное ранение – смертельны для них. Часть игры происходит в специальных камерах, где точки входа и выхода очевидны, но и в определенный момент герой попадает за кулисы, где цели продвижения становятся менее ясными. Первые уровни учит игрока о зам управления и наглядно показывают, как взаимодействовать с окружением. Игрок должен решать головоломки при помощи персонального устройства создания порталов, которые способны создать два портала на предназначенных для этого поверхностям, связанных на расстоянии. Контуры порталов видны сквозь стены и препятствия для упрощения игры. В сравнении с первой части в игре появились новые тестовые элементы, включающие в себя термический луч подавленности, экскурсионную воронку и мосты плотного света. Все они могут быть пропущены через портал. В начале портал 2 не вызывает особого восторга игроков, ведь она напоминает собой первую часть. Но стоит лишь немного продвинуться вперед, как далее игра меняется до неузнаваемости и точно затянет вас на несколько часов. Супралэнд – увлекательный экшн-платформер с видом от первого лица. Основным источником вдохновения является Зельда, Метроид и Портал. Вы исследуете большой взаимосвязанный мир, в котором сначала невозможно пройти большинство путей, пока не найдете новые способности для преодоления этих препятствий. Краеугольным камнем дизайна Супралэнд было создание настолько универсальных способностей, что они будут удивлять вас тем, сколько у них различных применений. Если вы объедините свои способности, возможности станут еще больше. Чем глубже вы погружаетесь в игру, тем больше вы будете сталкиваться с творческими головоломками, которые вы никогда раньше не видели, побуждая вас остановиться и подумать о том, какие у вас есть способности и как вы можете использовать их еще одним способом. Механика боя вдохновлена старомодными, быстро развивающимися шутерными играми, такими как Unreal, Doom и Quake, которые поощряют скоростерельную стрельбу и прыжки, бросая выстрел за выстрелом ворды атакующих врагов, не беспокоясь о перезарядке оружия. Исследуйте мир, решайте головоломки, сражайтесь с чудищами, ищите секреты с улучшениями и новыми способностями, которые помогут вам попасть в новые места. Прохождение игры занимает приблизительно 12-25 часов. Human Fall Flat Human Fall Flat – это уморительно смешной платформер в изменчивом мире снов. В игре вам понадобится помогать неуклюжему персонажу по имени Боб. Стандартный внешний вид Боба – безликий, минималистичный, полностью белый человек в бейсболке. Игроки могут настраивать его по своему вкусу, раскрашивая его тело в разные цвета и одевая в различные костюмы. Игра начинается с того, что Боб уснул и увидел странный сон. Он постоянно летит вниз, и на пути у него встречаются различные препятствия. Вам придется решать много головоломок, каждую из которых можно решить совсем индивидуально, поэтому все зависит только от вас. Перемещайте или двигайте предметы, но будьте внимательны, потому что любая ошибка перенесет вашего персонажа в начало игры пластилиновый мир. Каждый уровень оформлен по-своему, содержит несколько решений своих уникальных головоломок. Различные пульты дистанционного управления, спрятанные в игре, дают у игрокам подсказки для изучения игрового процесса и в конечном итоге для решения головоломок. Вот такую интересную подборку для вас я решил подготовить на этот раз. Пишите в комментариях, какие игры узнали и в какие удалось поиграть.